Друзья, всем доброго времени! Сегодня сделаем не только обзор трех вот этих орхидей, которые три с небольшим месяцем назад нам отдали на канал для выхаживания. Эти орхидеи были не в очень хорошем состоянии, а бывшая хозяйка этих орхидей попросила не только их выходить, вернуть их к жизни, но и найти им заботливые руки через один из каких-либо розыгрышей, которые мы проводим на нашем канале ежемесячных уже четыре года, чтобы вот кому-то они достались. Но для начала, чтобы они достались, эти орхидеи нужно выходить. Вот сегодня у нас как раз-таки очередная часть с выхаживанием. Во-первых, посмотрим, как они себя чувствуют, а во-вторых, проведем кое-какие процедуры. Что за процедуры, это мы увидим с вами при обзоре последней, третьей орхидеи. Сейчас начнем, посмотрим вот эту первую. Значит, у них нет имен, потому что бывшая хозяйка, которая их отдала, я уже рассказывал, не буду повторять, по какой причине она отдала. Ну, не всем, как, скажем так, интересны и нравятся орхидеи, поэтому, чтобы их не выкидывать, увидев мое видео на канале, в котором я просил, не выкидывайте, не подкидывайте мне к калитке орхидеи. И она решила просто вот их отдать, ну, чтобы либо я их себе оставил, либо вот, если мне нет надобности, то выходил и нашел им новые заботливые ручки. Вот, значит, три орхидеи. Одна мы пометили желтая, вторая персиковая и третья розовая. Вот так вот она их назвала. Какие названия, она не знает. Ну, может, мы с вами и увидим, когда они зацветут. В общем, у меня пару-тройку дней назад был полив этих орхидей, и при поливе я их уже осмотрел. И, в общем, подождал несколько дней, чтобы вот сегодня сделать процедуры с одной из них, ну, и заодно и две вторых тоже обработаем. Итак, значит, что у нас тут с розовой? Ну, с розовой у нас, видим, корешок растет. Значит, у всех посадка абсолютно одинаковая. Раз. Значит, второе. Уход тоже абсолютно одинаковый. Ну, сейчас мы просто идем, период адаптации у нас идет после чистки и пересадки. Значит, ну, и плюс сегодня будет обработка. Но если вы обратили внимание, то вот эта орхидея у нас уже отсушила второй листочек, да, маленький. Вот. И при этом наращивает корни. Вот воздушные появились корни, вот такой вот, смотрите, интересный, да, корень раздваивается просто, да. Из основания выходит один. Вот. Кстати, я уже видел подобные вещи. Вот. Когда люди видят, такие, оу, ничего себе, какая красота аномальная. Вот. И здесь у нас корень растет. То есть, орхидеечка потихонечку адаптируется. Мы немножко подождем, значит, еще. После того, как орхидея будет сегодня нами обработана, мы, следующее видео будет уже, мы будем их подкармливать питательным таким раствором. Для, скажем, такой, знаете, будет толчок у нас специально этих орхидей. Тоже мы будем тестировать средство одно. Я думаю, будет интересно. Тут интересно, значит, вот эти корни вверх, прям как это, как двухстволка, да. Вот. А здесь целенаправленно вниз. Здесь параллельно корень третий. То есть, орхидея по всем фронтам. В общем, друзья, это розовая орхидея. Вот такое вот у нее состояние. Лист не буду насильно отрывать, пускай будет. Значит, вторая орхидея у нас. Это персиковая какая-то орхидея, да. Сейчас мы ее достанем, посмотрим, что у нас тут. Но с ней у нас вообще здесь шикарно все. Вот. У нее, смотрите, корни сквозь дно. То есть, ее уже можно вовсю взбадривать, подкармливать. У нее корни оживились, пошли в рост. Вот этим, друзья, и интересно, что мы берем три разных орхидеи, примерно в одинаковом состоянии, да. И, значит, одинаково за ними ухаживаем, обрабатываем и смотрим динамику. Вы сами видите, три орхидеи и по-разному развиваются. Здесь у нас пошел лист в рост. Был вот этот молоденький, раздвоенный. Видите? Вот так вот. Ну, сейчас все хорошо, и новый листик растет хорошо. Интересно, что это за персиковая такая орхидея, интересно, да. Корни прям, смотрите, у нее проснулись. Прям проснулись, ей так понравилось. Посадка, да. Посадка у нас одна. Это кора кубиками, это мох с фагнумом и древесный уголь. То есть мы добавили вот три компонента, такая классическая абсолютно посадка. Так, это у нас, значит, опа, вторая орхидея. И третья, проблемная, ту, которую я уже показывал, значит, новый лист растет хороший, нормальный, все глянцевый, хороший, все замечательно. Старые листья у нее, видите, такие покореженные. И, если обратите внимание, я уже обращал в прошлом видео, что у нее удлиненная шея, да. И вот прям напрашивается такое, что, как бы, это, значит, отдельная орхидея лезет, которая вот отсюда скоро выпустит воздушные корни и начнет собственную жизнь. Вот. А это уже старое материнское растение. Видите, как шеи вытянутые. Вот такие моменты бывают, когда орхидея, ну, вот, не знаю, по каким-либо причинам, из точки роста начинают у нее вместо продолжения самой орхидеи вырастать деточка. Либо олиствелый цветонос. Ну, вот, в нашем случае, вот такая вот деточка пошла. Но, значит, в чем проблема? Проблема в том, что, значит, последние несколько дней при поливе, то есть, прошлый полив не было. В этот полив я обнаружил у этой орхидеи, значит, вот такие вот пятна, видите. Значит, с одной стороны, это, ну, знаете, вот когда с одной стороны листа вот такие размазанные пятна, а с другой стороны листа, ну, вот на этом листики нету, главное, вот на этом. Но зато вот на этих листиках, если обратите внимание, вот такие вот капельки. Так, я сейчас ее из этого вытащу, из емкости. Вот такие вот капельки по периметру листика, видите, смотрите, как росинки. А вот когда просто вот эти росинки по периметру, это с большей вероятностью гутация. Гутация, это когда у орхидеи избыток глюкозы. И вот он выходит вот таким макаром. Избыток глюкозы по двум причинам, да, бывает. Первое, это когда у нее шикарный, значит, процесс фотосинтеза идет, вот, из-за создано прекрасно, хорошо условий этой орхидеи, да, окружающей среды. И поэтому избыток глюкозы вылазит, да, у нас вот так. А второе, это когда целенаправленно орхидея для своего опыления, ведь гены еще природные остались, выпускает именно вот эти капельки, да, для привлечения насекомых. Потому что сама по себе орхидея, она опыляется за счет, вот, фаленопсис именно, опыляется за счет ползающих, лазающих насекомых, которые собирают вот эти вот нектар, можно так сказать. И попадают в цветок, внутри цветка, и, значит, производят невольное опыление этого цветочка. Вот, но это в природе. Но у нас здесь, видите, проблемы еще и вот в этих пятнах снаружи. На агутацию снаружи это не похоже, это похоже на поедание насекомыми вредителями. Вот, причем, значит, это могут быть как и клещ, да. Вот, видите, оставляет такие вот, вот эти пятна, которые вздутые бугорки, это было изначально, вот эти, когда уже три месяца им, вот, мы орхидеи обрабатывали от насекомых вредителей. Но вот сегодня я хочу обработать, друзья, от клещей. Но это может быть, вот эти пятна я рассказывал не раз, не только от клещей, но еще это может быть и сокососущий мучнистый червец. То есть, вот такие следы еще может оставлять мучнистый червец, который ищет, где ему припарковаться. Он ищет тонкие, ищет тонкие места тканей, да, где, места тканей, места, где тонкая ткань, вот, вот, чтобы добраться до сока, где, значит, мучнистый червец будет высиживать колонию свою. Вот, но самих мучнистых червецов я не вижу, ну, хотя они могут быть, да, то есть, они могут днем куда-то прятаться. Так, у нас здесь еще один листик, вот. Но опять, не увидев само насекомое, мы не можем точно сказать, кто это, да, поэтому сегодня я хочу как раз-таки и сделать профилактическую обработку от насекомых вредителей. И если до этого обрабатывали мы и абатрайдером эти орхидеи, это, значит, тоже как бы от мучнистого червеца абатрайдер, от трипсов, то сегодня я обработаю от клещей орхидею. Значит, орхидею буду обрабатывать абирон рапидом. Он и инсектицид, и акарицид в одном лице, то есть и от сокососущих насекомых обычных, и от клещей, да. На литр возьму, ну, наверное, я дозу увеличу, потому что обычно на литр у нас, значит, на два литра нужно по инструкции, на два литра полтора миллилитра абирон рапида, на два литра. Значит, на литр 0,8, но я возьму на литр 1 миллилитр, вот, пускай доза будет хорошая, вот такая вот. Вот, как в субспензии. Сейчас мы размешаем, он уже такой густой. Вот так вот. Так, их тщательно размешаю. Прямо хорошо-хорошо. Вот, сюда же я еще добавлю сейчас... Все размешались сгустки эти. Да. Сюда же я еще сейчас добавлю прилипатель, для того, чтобы, значит, этот раствор, которым я буду обрабатывать, он не скатывался, капли не скатывались. Почему? Потому что абирон рапид, он как кольчуга защищает, то есть он должен пленкой покрыть, не капельками, потому что он внутрь, непосредственно там, где ходит сок, он не проходит. Он прям как раз, его смысл защиты, он прям под эту тонкую ткань, раз, и вот такими вот пузыриками под всю ткань он собирается. То есть внутрь в растение он не проходит, а вот по тканью раз, и вот такими капельками, как кольчуга изнутри покрывает вот эту ткань растения. И когда насекомое прокусывает вот эту сверху ткань, она своим хоботом попадает в эту капельку. Естественно, начинает в себя втягивать и наедается вот этим вот абирон рапидом и, соответственно, отправляются далеко и навсегда. Вот. Поэтому важно абирон рапидом тщательно опрыскивать именно с прилипателем. Потому что если катушки стекут, то толку от этого не будет. Нужно прям, чтобы это было прям вот пленочкой. Так, ну что, мы возьмем, я не буду опрыскать, потому что, значит, подо мной сейчас под столом находится моя собака. Поэтому я сейчас протру листья вот ватным диском аккуратненько. А остальное то, что у меня останется, здесь вот литр у меня есть, вот такой вот опрыскиватель. Я собаку выведу из комнаты и опрыскаю уже непосредственно еще растение. На что останется? Так, ну вот, я сейчас хочу вот так вот, видите, снаружи. Так, будет, не будет скатываться прилипатель. По-моему, прилипателя надо еще добавить. Вот я купил этот прилипатель, он мне не особо нравится. Он, его надо много. Вот, прям много добавлять, чтобы вот он выполнял функции мыльного такого этого раствора. Поэтому вот у меня есть еще мыло жидкое, вот, для рук. Вот оно хорошо справляется. Там немножко добавило, оно раз и уже пленочка. Видите, оно как бы собирается. То есть, протер, и оно такое раз и стягивается. Вот. Так, ну что, пробуем еще. Так, все равно. Ну ладно, хоть, ладно, хоть так. Я еще опрыскаю, потом добавлю мыло. Вот. И потом отдельно еще с мылом. И вот, короче, вот такие вот прям все места, где у нас вот эти вот капли. Капли и самое главное, где у нас прям вот эти разводы. Я прям стираю сейчас. Вот. Не имея, так сказать, как он, микроскопа, мы не можем посмотреть вот на поверхность сюда листьев, да, чтобы понять, гутация это у растения происходит, да, или это поедает клещ, который тоже, как мучнистый червец, может находиться на поверхности именно листьев. Не с нижней части, а именно на поверхности. И у нас уже не раз было видео, когда самый простой способ узнать об этом, взять средства от клещей и вот так вот прям все стереть там, где есть эти покусы, все протереть этим средством и потом наблюдать. То есть, если у нас клещи были, то, ну, логики судя, эти покусы у нас пропадут. Вот, если это гутация, то эти, как бы, капельки продолжатся, да. То есть, ну, это логика. И мы делали на канале у нас не раз подобные эксперименты, и все у нас получалось. Вот, ну, это было уже несколько лет назад. Вот, так вот так вот мы со всех сторон этим средством мы протираем. Я еще потом опрыскаю там, где у меня руки с ватным диском не дошли. Там я еще опрыскаю дополнительно эту орхидею. Вот так вот все листики, вот они, видите, прям мокрые эти. Вот они, пятна. Вот. Со всех сторон. В общем, вот так, друзья, у нас это все получается. Вот. Ну, и сейчас я возьму еще мыло. Вот мыло. Оно должно быть нейтральное пиаж у нее, у этого мыла. Почему? Потому что если будет щелочное какое-то там, то Аберрон Рапид выпадет у осадок и уже не будет действовать. Значит, воду я не из-под крана наливаю, я воду наливаю из обратного осмоса. Можно вот как раз в такие моменты, потому что Аберрон Рапид очень не любит. Он любит нейтральную прям. Лучше всего дистиллированную воду взять. Она продается в автомобильных отделах, дистиллированная вода. Можно взять воду, та, которая с конденсата, с кондиционера, с плитсистемы капает. Можно талую воду, но лучше всего вот обратный осмос, либо дистиллированную. Я показывал в одном из видео. Продается в магазинах дистиллированная вода. Недорого стоит. Баклажка 5 литров. Вот вам этих 5 литров надолго хватит, чтобы вот так вот литр для какого-то раствора приготовить и потом опрыскать всю свою коллекцию. Ну, неважно, это Аберрон Рапид или это какое-либо другое средство от насекомых. Но лучше всего вот применять воду не из-под крана, потому что состав воды у всех разный. У кого-то повышенные там соли и жесткости воды, да, пониженные. Но вот чем больше жесткая вода, тем, значит, хуже она влияет. Вот смотрите, вот когда... Вот это не сворачивается. Смотрите, вот сколько я прилипателя, видели, вылил. И вот несколько капель мыла, и вот она пленкой прям берет. Смотрите, какая прелесть. Все-таки вот это вот, не знаю, ерунда вот это вот. Не знаю, что я ее взял. Так, ну, заново, да, надо вот эту протирать. Вот пол листа у нас скатившейся воды, ну, с куку жоплившейся воды, да. И вот сейчас пол орхидеи протру такой. Ну, смотрите, здесь свернулась вода, собралась, да, вот здесь. А здесь вот она пленкой. Да, прилипатель никудышный. Ну, в общем, вы поняли, да. То есть, вот так вот всю орхидею я сейчас еще заново ее протру этим. Потом еще и опрыскаю. Двойную работу делаю. В общем, друзья, не буду вас отвлекать дальше. Я все закончу. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. Увидимся в следующих видео. Всем пока. До протру.